Артур Конан Дойль 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 карбункул графини Моркар. Этот бриллиант недавно украли у нее в гостинице. Холмс вытащил старую газету. Слушайте, в день кражи паяльщик Джон Хорнер припаивал пруд к каминной решетке в комнате графини. Когда служащий отеля Джеймс Райдер вошел в комнату, он увидел, что Хорнер исчез, бюро взломано, а футляр, в котором лежал камень, пуст. Райдер сообщил в полицию. Его показания подтвердила горничная графини Кэтрин Кьюсик. Хорнера арестовали, но камня у него не нашли. Сам Хорнер сопротивлялся при аесте и горячо доказывал свою невиновность. Холмс отложил газету. Наша задача теперь выяснить, каким образом камень попал в гусиный зоб. Этот гусь был у мистера Генри Бейкера, обладателя шляпы. Надо его разыскать. Дадим объявление в вечерних газетах, что гусь и шляпа находятся у нас. На другой день вечером, когда я подошел к дому Шерлока Холмса, я увидел высокого мужчину в шотландской шапочке, в порыжелом сюртуке. Он производил впечатление человека, сильно помятого жизнью. Мы вместе вошли к Холмсу. «Вы, мистер Генри Бейкер?» – привет его спросил Холмс. «Это ваша шляпа?» «Да, сэр». «У нас», – продолжал Холмс, «несколько дней хранятся ваша шляпа и ваш гусь». «Но гуся пришлось съесть». «Как съесть?» Бейкер был взволнован. «Да ведь он все равно испортился бы», – ответил Холмс. «Но я полагаю, что другая птица, совершенно свежая и того же веса, заменит вам вашего гуся». «О, конечно», – ответил мистер Бейкер. «Вот ваша шляпа и ваш гусь», – улыбнулся Холмс. «Но не скажете ли вы мне, мистер Бейкер, где вы достали такого гуся?» «Охотно, сэр». «Я купил его у хозяина трактира Альфа, а тот приобрел партию гусей у Брэкенриджа в Ковенгардене». Когда довольный Бейкер ушел, Холмс предложил мне немедленно отправиться в лавку Брэкенриджа. Совершенно очевидно, что Генри Бейкер понятия не имеет о драгоценном камне. Мы перешли на Ковенгарденский рынок. На одной из самых больших лавок было написано «Брэкенридж». Ее хозяин, человек с лошадиным лицом и холеными вакенбардами, закрывал ставни. Холмс поздоровался. «Что, гуси уже распроданы?» спросил Холмс. «Да», ответил торговец. «Меня направил к вам хозяин Альфы». «А, я отослал ему две дюжины», подтвердил Брэкенридж. «Отличное, гуси», сказал Холмс. «Откуда вы их достали?» «Этот вопрос моего друга привел почему-то торговца в бешенство». «А вот и не скажу», ответил он, поднимая голову и упирая руки в бока. «Не скажете, не надо». «Чего вы кипятитесь из-за пустяков?» заметил Холмс. «Кипячусь?» «Небось, на моем месте и вы кипятились бы, если бы к вам приставали. Где гуси? У кого вы купили гусей? Кому продавали гусей?» «Какое мне дело до других?» «Которые пристают к вам с расспросами», небрежно сказал Холмс. «Просто я понимаю толк в птице и готов держать пари, что гусь, которого я ел, выкормлен в деревне». «Вот и пропали ваши денежки. Гусь-то городской». «Ни за что не поверю. А я говорю вам, что все гуси, проданные в Альфу, выкормлены в городе». «Мы вошли в лавку». «Хозяин достал с полки книгу». «Нос, мистер-спорщик!» ухмыльнулся он. «Взгляните-ка на эту запись!» Холмс прочел. «Миссис Ошкотт, Брикстон Роуд, 117. Куплено 24 гуся, по 7 шиллингов, 6 пенсов». «Правильно!» А внизу проданы в кафе Альфа по 12 шиллингов. Шерлок Холмс, казалось, был глубоко огорчен. Он бросил монету на прилавок и вышел молча с расстроенным видом. Но, пройдя несколько шагов, он остановился и весело рассмеялся. «Ха-ха-ха! Если у человека такие бакенбарды, у него можно выудить все, что угодно», предложил ему пари. «Итак, Ватсон, мы у цели. Теперь к миссис Ошкотт внезапно до нас донесся громкий шум из лавки Брекендриджа. «Хватит с меня ваших гусей!» орал он. «Если вы еще раз суньтесь ко мне с расспросами, я спущу собаку. Приведите сюда, миссис Ошкотт, ей я отвечу». «Но, сэр, один из гусей мой!» захныкал в ответ ему невысокий человечек. «Миссис Ошкотт верила узнать у вас! Убирайтесь отсюда!» Торговец яростно набросился на человечка и тот быстро исчез во мраке. «Ага, нам кажется, не придется идти к миссис Ошкотт», прошептал Холмс. «Пойдем за ним». И мы стали пробираться между ротозеями, бродившими вокруг ларьков. Мой друг нагнал человечка и положил ему руку на плечо. Тот порывисто обернулся. «Кто вы такой?» «Что вам надо?» спросил он дрожащим голосом. «Меня зовут Шерлок Холмс. Моя профессия – знать то, чего не знают другие. Я слышал, что вы спрашивали у торговца, куда попали гуси, проданные ему миссис Ошкотт. Так вот, он продал их хозяину трактира Альфа, а тот, в свою очередь, Генри Бейкеру. «О, сэр, я просто не могу выразить, как все это важно для меня!» скричал человечек. Шерлок Холмс остановил проезжавший кэп. «Лучше разговаривать в уютной комнате, чем на ветреной площади. Не так ли? Ну, а прежде скажите, как вас зовут?» Незнакомец заколебался на мгновение, потом ответил. «Меня зовут Джеймс Райдер». «Так я и думал», сказал Холмс. «Вы служите в отеле «Космополитен». Садитесь, пожалуйста, в кэп. Человек нерешительно сел в экипаж». «Ну, вот мы и дома», сказал Холмс. «Присаживайтесь к камину, мистер Райдер. Так вы хотите знать, что стало с одним из гусей миссис Ошкотт?» «Белым, с черной полоской на хвосте». Райдер затрепетал от волнения. «О, сэр!» скричал он. «Вы можете сказать, где этот гусь?» «Он был здесь». «Здесь?» «Да». «О, здесь!» «Да». «Оказался необыкновенным гусем». «Он снёс сверкающее голубое яичко». «Хо-хо-хо!» Холмс открыл несгораемый шкаф и вытащил оттуда голубой карбункул. Райдер, шатаясь, поднялся с места. Лицо его было искажено. Он не знал, потребовать ли камень себе или отказаться от него. «Игра проиграна, Райдер», спокойно сказал знаменитый сыщик. «Но и жалкая живы личность. Я знаю почти всё. И всё-таки рассказывайте, откуда вы узнали о карбункуле». «А, мне сказала о нём Кэтрин Кьюсек, горничная графини», ответил тот дрожащим голосом. Я сломал пруд от каменной решётки, вызвал паяльщика Хорнера, а когда Хорнер ушёл, взял камень из футляра и поднял тревогу. Потом я решил отправиться к своей сестре, миссис Ошкотт, и спрятать камень на время у неё, так как боялся обыска у себя в комнате. Я прошёл на задний двор, закурил трубку и стал раздумывать, что бы предпринять. Около моих ног, переваливаясь, бродили гуси. И мне пришла в голову мысль, как обмануть самого ловкого сыщика в мире. Сестра обещала, что к Рождеству я получу от неё в подарок гуся. Я решил взять гуся сейчас же и в нём пронести камень. Я загнал в сарай огромного белого гуся с полосатым хвостом, поймал его, раскрыл клюв и как можно глубже засунул камень ему в глотку. Гусь глотнул, и я ощутил рукой, как камень прошёл в зоб. Но гусь бился и хлопал крыльями, и сестра вышла узнать, в чём дело. Я повернулся к ней, а негодный гусь вырвался у меня из рук и смешался с другими. «Что ты делал с птицей, Джеймс?» спросила сестра. Я ответил, что выбирал себе гуся. «Какого же ты хочешь взять?» поинтересовалась она. «Вон того белого с чёрной полосой на хвосте. Пожалуйста, режь его и бери». Я так и сделал. Потом я отнёс своему приятелю птицу и рассказал ему обо всём. Он хохотал до упаду. Мы взяли нож и разрезали гуси. И тут у меня остановилось сердце, когда я увидел, что камня нет. Я опустился бегом к сестре, влетел во двор, гусей там не было. «Где гуси?» крикнул я. «Отправил и торговцу, Брекенриджу». «А был среди них ещё один с полосатым хвостом». «Да, было два гуся с полосатыми хвостами. Я вечно путала их». Тут, конечно, я понял всё и помчался Брекенриджу. Но он уже распродал гусей и не хотел говорить кому. «Вот, сэр, я рассказал всю правду. Когда мы остались вдвоём с моим другом, он сказал, «А, случай столкнул нас со странной забавной загадкой, Ватсон». и решить её само по себе награда. А сейчас мы займёмся новым исследованием, в котором опять-таки фигурирует птица. Ведь к обеду у нас куропатка? Ха-ха-ха-ха! О-о-о! А вы шутник, мистер Холмс! Хм, 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 хм Редактор субтитров А.Семкин